А вот ведь как классно получается! И только благодаря деятельности фирмы Орион мы вместе видим, как наши детишки-то не просто взрослыми становятся. Да потому что у них есть дешевые машины, пистолеты, автоматы, мячики и прочее. Без чего стать-то большим можно, но не нужно. А сейчас есть такая возможность, и есть она здесь. Вы знаете, два года назад такое случилось, когда моему сыну исполнилось 7 месяцев. Я нашел для себя тему, ради которую я просто расшибусь. Это магазин Орион. Почему я расшибаюсь? Потому что я тот же самый. Со мной ничего не изменилось. Я также хочу покупать игрушки. И ради моего сына я сегодня это делаю. Два года прошло. Я с огромной благодарностью говорю все, что могу для одного человека. Инна, это хозяйка. Она дала мне деньги для моего лечения. Она дала больше, чем кто-либо дал. Вот так-то оно получилось как-то. И я, естественно, эти деньги и отрабатываю. Да и буду это делать, потому что я очень люблю детей. И в том числе и своих. Очень меня радует то, что в магазине Орион постоянно какие-то нововведения случаются. И это радует не только меня. Дело в том, что где-то, наверное, год назад я посмотрел, как дети бегают со всякими такими приспособлениями, которые им назвать-то нельзя. Ну что это такое? Кусок металла там или еще что-то из этого они стреляют? Нет, сегодня благодаря фирме Орион детишки берут вот пиколеты, выбранные сними, носятся. Это очень даже весело, когда такое случается. А еще повеселее, когда у вас возникнет необходимость, благодаря фирме, опять же, Орион, потому что в большом количестве дисковые пистолетики, помните такие? Ну, если не помните, расскажу. Сюда заряжается и стреляется. О, клевенько. Есть в наличии. Так что, и вот она очередная новинка. Сегодня прочитал очень интересную такую статейку о том, сколько же необходимо российскому человеку. Ну, статейка такая простая была, сумма необходимая для проживания семьи из трех человек. Это всего ничего. 76 тысяч рублей. Честно говоря, честно говоря, да, эта сумма есть у каждого. Работник комбината. В среднем зарплата 40 тысяч рублей. У папы, у мамы это вот достаточно, чтобы еще ребенка прокормить. Еще и съездить кое-куда надо. Так что, ребята, насчет этого лизинга и ипотеки, это потом уже. Когда они наконец-таки станут настоящими такими вещами, которые можно для себя использовать. Вот. Я не буду вам говорить о том, что необходимо вам сделать. Это вы уже сами подумаете. Но. Вот эту штучку я куплю своему сыну, которому сегодня исполнилось два года и семь месяцев. Потому что я его сильно-сильно люблю. А если вы так же не любите своего ребенка, то вам не сюда, сто процентов. А вот это все, это я не знаю для кого, честно. Потому что вот это животина по боли моего ребенка будет. Вот. И вот этим можно и не одному человеку баловаться. Потому что один может здесь заснуть, другой здесь, здесь, здесь. В общем, это вообще клево, если что. Цветов здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть. А цена-то вопроса. Две тысячи рублей. Халява. Нормально? И вот это странно, но эти машинки разбираются как пушки. Потому как, потому как такого-то нигде и нету. А вот моему сыну особенно нравится, когда из небольшого количества транспортных средств можно сделать много. То есть вот таких машинок у него аж 12 штук. К сожалению, роботы это то, что с нами будет. Будет всегда. Потому что рано или поздно у нас уже и руки переделываются, и ноги-то другие становятся. И вообще скоро мы и сами перестанем быть человеками. А будем нормальными роботами. Так вот, чтобы маленький ребенок понимал, как надо с роботом общаться. Эх! Раз, два, три, четыре. Робота! И вот это то, чего надо. То есть я пришел в детский сад. Мне сказали, срочно необходимы транспортные средства. Я сказал вопрос, какие нужны транспортные средства. Мне сказали, вот эти транспортные средства. И сегодня в детском саду, и сын мой туда и не ходит. Люди работают с вот этими транспортными средствами, машинками. То есть самый клевый вариант. Два года и шесть месяцев. Когда я сюда пришел, я сделал, наверное, самую нескромную часть своего действия. То есть я просто затарился на нормальную сумму машинками. То есть я просто брал каждую машинку. Вот, а потом принес вот этому молодому человеку. Вот этому. Домой. Да. Вот. Столько эмоций было, вам славами не передать. Когда у человека появился настоящий вагон машин. Отдельно могу сказать про шарики. Про шарики, балуны и все остальное прочее. Из чего ребенок может заниматься, чем он хочет. То есть может баскетбол бросать, может гнать. В смысле футбол. А может бадминтон играть. И вообще, вообще, вообще все что угодно. И это все в одном месте. Цена вопроса. Вот самая большая 200 рублей, да? А про остальную даже говорить не буду. Вот тут, что хотите, то делайте. Маленький арбуз. Большой арбуз. Еще сюда сейчас перейдем. Посмотрим, сколько здесь всяких арбузов и всего остального. Оба-на! Ну и естественно, мячики, они всегда необходимы. И когда зима будет в том числе. Ну вот для зимы, вашему ребенку срочно необходима лопата. Потому что вы будете кирать большой, а маленький ребенок будет помогать маленькой. И для каждого мальчишки, для каждой девчонки мы вам показываем, как сюда проехать. Конечно, Хлюпик должен знать, что все это есть в любом супермаркете. Да потому что директор Онова знает, где купить подешевле. Но мы-то для вас. И теперь мелкопотам понимает, где это есть. Советская, налево по вокзальной, не доезжая к ладокомбинату, направо. Ну и естественно, в окончании сюжета я бы вам показал, как не в свою машину, а в машину хозяйки я гружу. Тую вещь, которую все-таки для своего сына я и прикупил. Потому как? Да потому как это все-таки классно. Потратить для себя сумму небольшую. Для того, чтобы молодой человек себя воспитывал и чувствовал вот в таких условиях.